Вахта памяти 2015 открыта в Астрахани. А это значит, что более десятка поисковых отрядов примут участие в экспедициях. Напомним, основная их цель – поиск останков солдат, погибших в Великой Отечественной войне, а также восстановление имен бойцов, пропавших без вести. Торжественное открытие вахты памяти состоялось в братском садике. Изучают историю не только по книгам и учебникам. Своими руками в хорошую и не очень погоду ребята ищут останки солдат, боеприпасы и другую военную атрибутику. В прошлом году более 7 тысяч астраханцев приняли участие в поисковых экспедициях. Благодаря им со всеми воинскими и гражданскими почестями захоронено более 28 тысяч солдат и офицеров. Возвращено более 3 тысяч имен пропавших без вести. Экспедиция для ребят – это особое время. Мы живем в Палатке, Палаточный город сделаем. И мы стараемся создать домашнюю атмосферу, как большая семья. Ну что это, песни? Песни у костра. Готовим мы сами и стараемся поддерживать хорошее отношение между собой. Как отмечает председатель регионального отделения поискового движения Александр Даиров, девочек-поисковиков намного больше, чем мальчиков. Девочки выносливее как морально, так и физически. К слову, помимо полевых работ у ребят ставит задача облагородить мемориалы воинской славы. Мы работаем с книгой памяти сейчас, мы работаем с электронной базой данных. Мы возвращаем имена пропавших солдат, которые попали в плен, но были казнены. Таких очень много у нас, астраханцев. Мы работаем по памятникам, проводим субботники по памятнику, по обилизму, заброшенному отделу. Наша цель – провести порядок. Уже в минувшую субботу отряды поисковиков выехали на места боевой славы. В этом году астраханские патриоты примут участие в 15 поисковых экспедициях, которые будут проходить в различных регионах России – республике Калмыкия, Волгоградской, Курской, Ростовской, Калужской и астраханских областях, а также в Крыму. Александра Вострикова, Артем Рудер. Новости РЕН-ТВ. Астрахань. Субтитры создавал DimaTorzok